Двигатель 1,8 бензиновый, 120 л.с. Механическая коробка передач. Передний привод. Машина 2011 года выпуска. Двойной выхлоп на 1,8 из родных в прямоточные. Давно мучил меня вопрос о двойном выхлопе. Ездил и смотря на другие шестерки, казалось, что что-то не хватает, с одной трубой вообще не нравилось. Да и заглушка на бампере бесила. Монетарил Авито. Ценники на заводскую трассу просто космические. И тут подвернулся вариант всего за 6 тысяч. Банки прямоточные мграчи с заводским раздвоением от Мазды. От разговора с продавцом понял, что они стояли на двухлитровой Мазде где-то в Питере. Машину продали, а выхлоп остался. Купил и заказал. Помимо этого заказал тюненный резонатор, направляющий от AJS. По диаметру банки подошли. И смотрится отлично. Звук просто бомба. Резонатор сделал свое дело. Мягкий и приятный бас, но в салоне все равно громковато. Светодиодные задние фонари. Продолжаем улучшайзинг Мазды. С самой покупки машины не нравились мне стоковые обычные фонари. Закатал в черную пленку и забыл. Но недавно случилось маленькое ДТП, где повредил бампер и правую заднюю фару. Решил менять на диодные. На Авито нашел по хорошей цене два стопа от Мазды Спорт. На одном был небольшой косяк трещинка. Принял решение тоже их тонировать, чтобы скрыть трещину так, как полировкой и лакировкой, она бы не убралась. Да и в принципе цвет стоковых фонарей мне не нравится. Принял решение тонировать не в винил, а в гибрид, тем более, что она ничем не уступает полиуретоновой пленке, а по цене дешевле в разы. Настало время потихоньку готовиться к зимнему сезону. Переобыл сегодня Машку на зимнее Wassern R18. Летнее у меня R19 и профиль меньше, поэтому сразу стало помягче и маленько покомфортней. Резина еще годик походит. Ну и по старинке мою свои любимые хром-тапочки и ложу в гараж. Пускай ждут следующего лета. Замена решетки радиатора на спорт, установка противотуманная фара. С самой покупки машины на моей комплектации не было противотуманных фар. Прошлый хозяин особо не заморачивался. Вырезал в заглушках дырки и поставил ПТФ от Калины. Света они толком никакого не давали. Слепили, да и смотрелись они у Бога. Долго искал рамки с ПТФ. Цены сильно кусались. Нашел на Авито в Красноярский комплект за 8 тысяч. Это что касается ПТФ. Решетка мне тоже с самой покупки машины не нравилась. Хотелось, конечно, от комплектации спорт. Долго думал, какую искать. Попутно заказываю лампочки на Али Даун Найт Кей 5С. Перетяжка руля, чехла, коробки передач и ручника. Недавно, лазая по просторам, Авито наткнулся на объявление о перетяжке руля. Отзывов было достаточно много. И все хорошие. Да и еще в моем районе. Позвонил, договорился, отвез машину. Кожу выбрали фирмы НЭПО. Строчку красную спортивную. До кучи сказал, что хочу перетянуть чехол коробки передач и ручник. По цене вышло за все 3 700. Через 4 часа забрал машину. Результатом очень доволен. Стало маленько красивее и руль держать поприятнее после оплетки. Ну и поставил новую ручку коробки передач. Заказывал на Алиэкспресс. Захотел хромированную, чтобы сочеталась с крутилками на климате. А термальная пленка на лобовое стекло. Теперь к сути, пленка UltraVision Mystic Light 93%. В солнечную погоду панель сильно не отражается, как пишут многие. А ночью ее и вовсе вообще не видно. Единственный минус сохла она очень долго, почти 3 недели. Пленка очень толстая. Зеркало от Отензы с повторителем. Еще осенью я поставил двойной прямоточный выхлоп. Отъездил я с ним недолго. Буквально 2-3 месяца после чего банки окончательно прогорели, и звук стал невыносимо громкий. Тогда было принято решение менять банки на новые. И заводской резонатор на еще один направленный резонатор от фирмы EJS. Рассматривал банки Magnaflow, но цены на них были очень красивые, и плюс нужно было искать насадки. Опять же на сайте EJS нашел круглые тихие банки по мотивам Nudgen, и принял решение ставить их. По итогу стал мягкий и хороший бас. В салоне вообще практически тишина. Даже если надоест, в комплекте есть флейты. Музыка. Субтитры сделал DimaTorzok Установка зеркал от Atenza Заказал я все-таки зеркало от Atenza. Хотелось, конечно, не только повторитель, но и реализовать складывание зеркал, так как в моей комплектации этой функции нет. Как сказали одноклубники, нужно только докинуть блок стеклоподъемников от Mazda со складыванием. Раз решил, значит заказываем блок и зеркало, блок нашел на Авито за 2,5, зеркало в цвет почти без косяков, рабочее за 6. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok